Я не сторонник многого, но я одновременно не противник ничего. Такая политическая терпимость. Сейчас модное слово толерантно, да? Политическая терпимость. Ну что-то здесь, в таком мире мы живем, в такой стране, в таком обществе. Но все-таки мое мнение, я прошу простить, я не навязываюсь, я считаю, все-таки накануне Дня Победы надо подумать и заменить Георгиевскую ленточку на алую ленточку. На красную ленту. Красный цвет, цвет страны, которая победила, сломала хребет гитлеризму, уничтожила нацизм. Это цвет Советского Союза. Именно с такими лентами мой дед, ветеран Великой Отечественной войны, один и второй ходили на эти праздники. С 65-го года, когда реанимировал День Победы, реабилитирован День Победы. У меня на груди был флажок. С разрезом вниз и надписью 9 мая, День Победы. Красный цвет присутствовал во всем. Но эта страна, как бы мы к ней не относились, Советский Союз сломал вермахт. Ценой неимоверных усилий и жертв. Красный цвет, если мы относимся, как бы кто ни относился, но это реальность. Но именно красный цвет победил красно-бело-черный. Ну, гитлеровская, нацистская Германия имела государственным флагом, красное полотнище с белым кругом и со свастикой внутри. Именно красный цвет символизировал победу. В моем детстве это вот так вот запечатлелось. Гитлеровская ленточка появилась в пятом году, и она совершенно мне непонятна до сих пор. Какое имеет отношение вот эти оранжевые и черные к тому, что совершил советский народ. Вот, я этого не понимаю, вообще не понимаю, вот, несопоставимо. Чья-то глупость стала догмой, доминантом. Красная лента, день победы, раз в году, 9 мая, на груди, ну, уже не ветеранов, а нового поколения. Но только раз в году. Потому что нету Советского Союза. Потому что все меняется в этом мире. Это мое личное мнение. Я всегда вспоминаю свое детство и тот день победы. В той стране, в которой я родился, прожил 20 лет. Тот день победы, с теми цветами, с тем колором. И это пурпурные полотнища, развивающиеся над площадями и улицами городов. Виноват и справлюсь, если не прав.